Всем приветики, друзья! Ну вот и выросла моя рассада цветной декоративной капусты. Пора ее пересаживать в емкости побольше. Сейчас я вам покажу на примере одной цветной капусты, как она у меня разрослась, как она сейчас у меня выглядит, потому что она одна из первых была пересаживала в горшочек побольше, из рассадного горшка. И теперь это почти взрослое сформированное растение. Единственное, что розетка декоративной розовой капусты еще не до конца раскрылась, ей еще расти и расти, конечно, но она уже достаточно большое, такое красивое растение. Я прям вообще в восторге, что я в этом году посадила ее. У меня два сорта белый и розовый, напоминает. И сейчас я вам покажу, как она сейчас у меня выглядит большая, а потом мы с вами перейдем в мой рассадник. Я вам покажу, какие они у меня маленькие, и мы их вместе пересадим в горшки побольше. Покажу, кстати, какими горшками я пользуюсь для цветной капусты. Так, погода что-то у нас испортилась, но ничего. У нас сегодня не про погоду, слава Богу. Покажу вам мою капусту. Смотрите, какая она классная, да. Вот розовый сорт, он ниже, чем белый, намного. У него вот такая вот там коротенькая шейка, но все равно. Я взяла вот такой вот горшок, он такой длинноватый. Вот я надеюсь, вам видно хорошо. И посадила ее как можно глубже. А сейчас я вам покажу белую пересаженную, какая у нее длинная шейка. Так, ну что, мы подходим к моему рассаднику. Я занимаю место у моей свекрови, этот небольшой участочек. И вот здесь у меня растут всякие мои цветочки и другие растения. В общем, обещала вам показать белую капусту, показываю. Вот так вот она выглядит. Видите, разница, да? Причем у нее тоже красивая розетка белая. Вот она выглядит. Но вот такая вот длинная шейка получилась. Не знаю, то ли это отцов уже висит, то ли ей, может, не хватало чуть-чуть света, то ли солнышка ей не хватало. Но, тем не менее, росли они в одинаковых условиях. С розовой и вот это вот белое. Горшки точно так же высокие, вот такие вот. Заглубляла как могла. Но я не могла заглубить прям по всем листьям вот до сюда. У меня такого горшка слишком высокого нет. Вот. Это вторая пересаженная у меня сегодня. Она тоже. Такая не сильно пушистая пока что. Я надеюсь, что после пересадки она все-таки и после заглубления даст что-то попышнее, какую-то маску. А вот рассада маленькой капусты. Вот так вот выглядит белое. Можно заметить, да? Она такая длинноватая шейка. Вот. И розеточка белая внутри. Это маленькая рассада белая, а это маленькая рассада розовой капусты. Ну и посмотрите, видите, какая она низкая. То есть разница очень большая. Сейчас мы будем с вами пересаживать. Я покажу, как я это делаю. Сейчас мы у меня в теплице. Вместо моей пересадки всегда здесь. Я уже смешала грунт покупной на основе биогумуса с песком садовым, чтобы сделать почву немного легче. Обычно я мешаю еще перлит, вермикулит или агроперлит или еще какие-то добавки для разрыхления и регулировки влажности почвы. Добавляю органическое удобрение, роговую стружку. Вот это мое любимое на 100% натуральное. На данный момент у меня закончился и агроперлит, и вермикулит. И новую там кисечку я нашла еще. Еще похуже, чем перлит и вермикулит. У меня все закончилось. И поэтому пока на данный момент я замесила просто вот такой вот обычный грунт. Но это не страшно, потому что горшки у нас небольшие. Такие вот диаметр, сейчас вам скажу, какой. 15 см, высоту сантиметров тоже 15 где-то примерно. В маленькие горшки не обязательно прям делать супер-купер грунт. Все равно в последующем я каждый раз пересаживаю, как только корневая система заполняет все пространство. Сейчас покажу вам капусту и ее корневую систему. Вот она. Это значит, что ее уже давно пора пересаживать, потому что места ей мало. И корешки даже уже внизу вот начали скручиваться. Все. Я сейчас ее... Здесь у нее еще детка, гляньте, какая вылизла. Детку я, наверное, удалю. Сейчас посмотрю. Чтобы она не забирала у главной розетки никаких питательных веществ, сил и тому подобное. Чтобы розетка была одна, главная и крупная. Вообще, можно было бы взять, конечно, вот этот небольшой горшок. Но, посмотрите, явно, да, что места будет в высоте точно не хватать. Если ширину будет еще идеально, то в высоту это конечно не беда. Поэтому я приготовила заранее горшок побольше. Диаметр 17 сантиметров, но высоту, я не знаю, сантиметров 20 стоит больше, наверное. Вот, посмотрите, как смотрится. Все. Здесь внутри будет вот так. Места достаточно. Сейчас буду насыпать и даже покажу, как я делаю подвески почвы, чтобы легче посадить. Сначала я кидаю сюда какое-то определенное количество земли. Немного. Затем немного. Что я делаю дальше? Дальше беру растение и вдавливаю в почву, делая форму. Вот так. Посмотрите, как это выглядит. Если я достану мою рассаду, то там будет отпечаток. Идеально, когда есть свободный стакан, в котором посажена моя капуста. Вставляю его туда и по кругу насыпаю землю. Сейчас расскажу, для чего я это делаю. Ну, я, наверное, думаю, что вы уже догадались, почему я это делаю. Так, все вот так вот хорошенечко трампуем. Прям не свинно, но хорошо. Чтобы, когда мы высунем с вами стакан из земли, у нас была форма, на которой будет сидеть наша капуста. Так, на время отставлю горшок, чтобы прикинуть мою рассаду с капустой. Переворачиваю, аккуратно с листочками, они очень хрупкие, кстати. Обдавливаю со всех сторон стаканчик, для того, чтобы хорошо вылезла капуста. Все, смотрите, какая корневая система шикарная. Так, смотрим, что у нас тут с деткой. Жалко ее, конечно. Как думаете, оставить или нет? Нет, я, наверное, удалю все-таки детку. Аккуратно. Вот так. Для того, чтобы розетка была намного крупнее и красивее. Или красивее. Кому как нравится. Все. А теперь смотрите, что я делаю. Я достаю стаканчик. Очень аккуратно. Вот что я иду. Вот и кого-то отверстие. Теперь я беру рассаду капусты и аккуратно вставляю внутрь. Смотрите, как идеально она вошла. Аккуратно, придавливаю для того, чтобы не снимать ствол. Ладно. Сорта капусты декоративные, которые я выращиваю, белые и розовые, я напишу внизу, в описании под видео. И что мне остается сделать? Вот теперь. Классно, да? Посмотрите, да, все хорошо. Все держится. Теперь обязательно нужно землю досыпать до уровня, почти до уровня крышка, чтобы шейка хорошо держалась. У меня есть вот такая вот рабочая ложка. Я ее специально здесь сломала, чтобы она не мешала мне своим длинным носиком. Вечно стучится мне тут по грядке. У меня тут высокая грядка с одной стороны и высокая с другой. Все это мы аккуратно с вами наполняем. Не забывая слегка притрамбовывать. Вообще, в идеале, если она будет вот такая вот ровненькая, можно руками это регулировать. Тогда нужно подсыпать землю с одной стороны и слегка придавливать. Вот так. Тогда она будет расти ровно. Вот так. Старайтесь не переусердствовать, чтобы не снимать. Я могу, но умею. Умею и практикую. Поэтому я уже сама себя тоже контролирую, чтобы не дай бог. Ну что, смотрите, какая цвета получилась. Вроде ровно, да? Все. Теперь осталось полить. Обязательно. Обязательно поливаем аккуратно. Много не лью, пусть водичка впиталась. Можно выносить на улицу. Сейчас пересадим белую капусту декоративную. Все. Что у нас получилось? Вот. Красота, красота. Спустя какое-то время я вам покажу результаты. Тогда уже будут большие взрослые растения с распустившейся розеткой. Все то же самое мы проделываем и с белой капустой. Точно так же. Но, так как в белой капусте вот эта вот шейка, она выше, чем в розовой, длиннее, то я беру горшок. Такой же, только повыше. Для того, чтобы земля была снизу немного насыпана, конечно. Представляете, да? Слой земли вот здесь вот. Потом идет корник капусты, потом шейка. Вот, где-то на этом уровне мы должны заглубить немножко. Нет, может даже вот так. Вот так лучше будет. Я сейчас покажу. Давайте в ускоренном режиме. Все. Смотрите, друзья, мы посадили, заглубили где-то наполовину эту длинную шейку. Не засыпаем листочки по возможности все. Вот. Сейчас немножко польем. И будем наблюдать. Эта белая декоративная капуста растет, напоминаю, выше, чем розовая. Поэтому наша задача не дать ей высоту расти, а давать ей делаться более пушистой. Все. Просада цветной капусты декоративной пересажена. Я вам показала основные действия, которые делаю я. Ваши действия могут отличаться от моих. Это не значит, что вы должны делать точно так же, как я. Но я просто делюсь с вами своим опытом и своим способом посадки, пересадки, перевалки. Ну что, в следующий раз мы с вами увидимся, когда эта капуста уже даст большую, пушистую, я надеюсь, и прекрасную белую розетку, а также розовую. Ну что, до скорых встреч. Пока-пока.